Здорово, ребята, меня зовут Максим Игоревич, но вы можете звать меня Кабасим, либо если вы фанат аниме, Тэнджин, не без разницы. Собственно, какой у нас сегодня повод? Буквально вчера я выпустил обзор на пиво Хованского, и казалось бы, можно немножко отдохнуть, но не тут-то было. Король выпустил новое пиво сегодня, то, о котором я говорил вам в предыдущем видео. И это у нас пиво для всех фанатов «Звездных войн» Хан Солот и Дарт Гемор от Ильи Мэдисона. Сам я «Звездные войны» не смотрел никогда полностью от начала до конца, только какими-то отрывками. И вот благодаря хайлайтам со стрибов Мэдисона поверхностно знаю, что там к чему. Как сказал сам Илья, светлое со вкусом темной стороны и темное со вкусом светлой стороны. Одно из них это у нас «Дункель» 4,5 алкоголя, сварено на пивоварне «Триггер» 12 плотности. А другое это «АйПи» 6,9 алкоголя, сварено на пивоварне «Райзин Мун». Вот такая вот сегодня будет битва светлой и темной стороны. Давайте узнаем, кто круче – джедаи или ситхи. Давайте наньем первое пиво и там уже поподробнее поговорим. Начать я решил с темного пива «Дартгемер». Тут, возможно, скажут, что типа, ну, странно. Странный выбор, почему не светло сначала. Все-таки это не «Стаут», а всего лишь темный лагерь. Поэтому я не думаю, что как-то сильно на его фоне будет смотреться «Ипашка» плохо. А вот это как раз-таки после «Ипашки» пить лагерок такое. Но в итоге все равно я их буду перемешивать, так что без разницы. Это условности. Так, аннотация. Самое главное, ради того, от чего стоит покупать это пиво, да? «Пиво течет во мне, и я един с пивом». До слез буквально. Очень трогательная аннотация, очень глубокая. Очень глубокий смысл в ней заложен. По этикетке у нас вот такая вот... На этикетке какой-то самурай, у которого в жопе ядерный реактор, видимо, да? Все дело происходит в космосе. Такая глянцевая этикетка. Дата розлива 17 августа. А сегодня у нас 27-е. На самом деле интересно, как они так быстро успели пиво сварить. Стрим, приуроченный к «Звездным войнам», не так давно прошел. Это, видимо, так останется загадкой. Состав вода питьевая, солопивоваренный, чменный, светлый, карамельный. Какие мне продукты, дрожжи пивные. Я вот говорил в обзоре на пиво «Марморис», там я, получается, встал уже, пил первый раз на обзоре. И упоминал то, что не интересует себя, надо просить посоветовать темное. Мне вот кажется, что люди, которые такие вопросы задают, типа, посоветуй какое-нибудь темное. Не особо вдаваясь в подробности, вот мне кажется, они типа такого пива имеют в виду. Да, чувствуется карамельный соут. Оно взяло и само нанялось мне в рот. Вы видели? Ну, раз уж так вышло. Оно у меня сейчас такое не теплое, не холодное. Я его, в принципе, а, да нет, я хотел сказать, что я его в магазине купил в холодильнике. Нет, его не успели даже по холодильникам расставить. Забрал из коробки. Весь день таскал в рюкзаке. И в холодильник закинул буквально на час, наверное. Ну, даже не знаю, что ей сказать. По вкусу это темное пиво. Ну, хорошо, что ржонку хотя бы не добавили, конечно. Ну, обычное пиво я бы сравнил, наверное, с пивом хованским, прежде всего. Там как раз-таки тоже карамельный соут был. Ну, разве что, только темнее, но, в принципе, что-то похожее. Вот такое пиво, знаете, что охота сделать. Ну вот, идеально. Прямо как вода углядел, так и знал, что они мне понадобятся. Вот, таким пивом еду какую-нибудь. Под закуску самое то такое пиво. Ну, само собой, я вам завидую, конечно, если вы можете за 350 рублей покупать пиво вот так просто на вечерок в комментах. Кидают фотки у Никиты в Телеграм, как закупаются люди прям ящиками этого пива. Каждый раз любое пиво Мэтина пускает. И находятся такие люди, которые покупают его ящиками. Штук по 20. И всегда в комментариях кто-то негодует, мол, людям не хватает, а вы покупаете ящиками. Ну, если вы можете себе позволить, как я уже сказал, купить ящик такого пива на вечер, то... Молодец. А так, за такой цене, конечно, это пиво чисто вот... Поддержать Мэдисона. Для фанатов в коллекцию, так сказать. Ладно, давайте дальше. Далее у нас Хан Соло Татра Зин Мун. Начнем также с аннотации. Пиво течет во мне, и я один с пивом. Пиво течет во мне, и я один с пивом. пиво счет во мне и я один спил 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 пив строк нужно читать ребята между строк гениально гениально ну талант нет тут не поспоришь добавить ничего просто гениально сразу найти хочется отметить аромат наконец-то во-первых и пашку сделали ребята это прям отдельный респект она офигенно пахнет это просто балдеж это я серьезно сейчас без шуток без иронии вода подготовленная салат пивоваренный ячменный хмель гранулированный дрожжи пивные 15 плотности 6 и 9 алкоголя дата розлива очень забавный нюанс xxxx2022 ну розлили двадцать втором году когда-то не суть важно не берите в голову так сказать меньше знаешь крепче спишь вообще знаете ребята кто фанат пивоварни триггер и пивоварни разину не прямо пробует все их сорта напишите в комментах какое пиво на какое пиво не переклеили этикетки чтобы назвать вот ханом салат и дарт гемор ну серьезно как за месяц успеть сварить два пива разных либо я не шарю совершенно ну цвет и довольно таки светлый для пашки кстати говоря хмель скорее всего цитра я нигде пол так по моему не указаны в принципе очень уж похоже давайте попробуем офигенная пашка как по мне так получается третье пиво от разину который я пробую принципе здесь он уже по ценнику более-менее терпимо конечно все таки ну за и пашку проще заплатить те же сам 350 рублей чем за темный лагер ну горчинки понятное дело присутствует не указано сколько видео принципе ну как же без нее это без нее никак соответственно и полстакана разум я не выпью конечно как в случае с дартом геймером вообще нет вопросов не кайфовая пашка спасибо что и по они опять просто обычный лагер какой-нибудь хотя кому-то может быть наоборот лагер было бы приятнее попить чем и пашку но мне вот лично хочется и пашки бахнуть кульминация битва темной и светлой стороны ничего себе опять свет погас да что такое ладно шутки в сторону после пашки прям прям квасом реально пахнет как будто бы кайфово после пашки даже на вкус как квас я вам скажу хорошо что его первым попробовал я хоть почувствовал пивные нотки в нем потому что здесь столько хмеля понятное дело что просто после него вот это ну это просто так как квас по вкусу она вообще она вообще по-другому ощущается просто охренеть да вот это конечно на контрасте с ним прям горчит про горько горько так ну так оптимально самом деле я как-то раз устроил себе сравнение и пашек набрал всяких разных штук я скорее всего еще видео такое сделаю скоро беру тоже и пашек возможно даже те же самых и сделаю обзор на пашки от разных фирм и прикол в том что над разница и бью я пил получается по возрастанию и пьешь первую пашку ну я брал волковскую типа как самую такую базовую лайтовую и потихоньку 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 подрастающий там прачка редрум от афки и в конце ну в обратном порядке идешь когда уже волковская та же самая она вообще как вода чувствуется и вот здесь примерно похожий эффект просто квасок и прикольно его приятно и вообще клад так вас напить после пашки блин я честно говоря думал то что я сейчас такое скажу ну все однозначно и пашка вин это сосад а вот перепробовал после нее я не могу так сказать я не могу так сказать это вкусно елки-палки это вкусно вот это да вот это поворот получается в темной стороне тоже есть свои плюсы как и в светлый не все так однозначно вы поняли да сейчас смешал во рту на без разницы знаете я мог быть всем успехом просто водички в рот залить к этой пашки это на фоне нее все меркнет но прикольно прикольно нет я доволен вполне кайфовые сорта ребята замутили опять-таки спасибо берваре что помогает медицину с реализацией этих идей классно классно пришел сегодня магазин берваре за этим пивом кстати говоря никита сделал анонс спасибо в начале недели о том что вот на выходных будет пиво ну точно непонятно суббота воскресенье неизвестно но на выходных окей все так сказать приготовились в итоге я сегодня тоже целый день жду 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 анонс а потом думаю бы не надо посмотреть комментарии что тоже время много просто уже как-то раз такое было что я приехал в магазин уже анонс был а пива не было пришлось ждать в итоге тут анонса нет захожу в комменты ребята пишут уже фотки кидают то что вот мы уже закупились мы довольны я думаю елки-палки они ведь заявили что партии будут маленькие я просто помчал бегом позже никита написал что ну анонс под затянул потому что ждал когда все во всех его магазинах подвезут это пиво на самом деле даже странно что на мало диска сеть на мало диска сельский питере привезли рано получается до оптиков так долго довозили ну я не знаю всех нюансов как уж так вышло почему такая большая разница во времени с доставкой вышел без понятия но в итоге успел закупился при визуальном не показалось то что вот его реально как будто немного был совсем посмотрим в комментах люди напишут успели не успели купить хватило не хватило всем но чему я удивился что сливняк до сих пор наличие на ребят серьезно мне стыдно не раскупись сливняк первый день но это как я сам взял еще одну банку при том что я уже ее пил сделание обзор взял еще одну хотя она мне не нужна но как бы нужно раскупить сливняк это просто стыд эту банку оставлю внукам пускай стоит я не знаю конечно как так вышло причем получается дома фландерса уже давно нет а сливняк до сих пор стоит причем насколько я знаю в москве разобрали а питере нет мне стыдно за питер тут фанатов медицина что меньше ну как так я думал что возможно несколько партий сварили получается раз москве кончилось значит нет значит просто питер не разобрали стыдно стыдно забавно что люди которые скидывали фотки то что покупали вот это новое пиво у некоторых на фотках мелькал сидор хованского и допустим бояры то есть покупали люди люди его еще вот сливняк не хотят брать странно что людям людей отугивают по мне так вполне кайфовое пиво было ладно ребята спасибо за просмотр с вас лайк подписка а я полетел монтировать видос удачи какая у нас главная премьера конца лета начала осени то чего все ждут с нетерпением ждут презентацию iphone 14 таком он срался все равно его в россии не будет пиво медицина вот вот что чего мы ждали новое пиво медицина конечно же наконец-то мы его попробуем